привет с вас анонс моей статьи на корреспонденте ну о том учиться или не учиться за границей несколько раз говорили я еще раз написал ссылочку сделаю смотрите еще раз напоминаю что диплом европейского там вуза не гарантирует что вы найдете что вы должны получить работу в европе это не гарантия то есть одно диплом может быть мало я встречал людей сейчас встречаю которые родители платили в учебу они получили диплом вернулись сюда почему не нашли работу просто не нашли то есть нету такого закона ну как бы что от обязательно если вас диплом скажем так польский немецкого вас обязаны принять такого закона нет работодатель может принять может опять мало того я знаю людей которые будут гармонии имеющий диплом кп не шучу мало того я знаю людей которые работают во франции имеющий диплом нашего мединститута я знаю людей которые работают опять германии фармацевтики которые имеют диплом наше пищево да и там вот такие случаи то есть смотрите какая ситуация конечно нас много шарашек спорить не буду но есть некоторые институты которые знают там по этой причине если примеру вы закончили нормальный украинский институт нормальный вот даже некоторые ученики фалят сейчас львовский университет непропетровский сумский ну понятно киевский одесский фалят вот этой тоже ну бой боже 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 который холодом занимается забыл как называть вот смотрите если вы действительно закончили нормальный институт и знаете язык потому что мой знакомый который кончил кп я работает германия он действительно знаете ну как совершенно неудивый сертификат немецкий язык и он закончил наш и действительно как бы нашел работу прошел собеседование прошел тестирование но уж это знать иметь пошел тестировать поняли вот тут тоже так что вот бросаться, ох, сейчас проплатим я диплом, ап, ап, ап дудки я так понимаю, очень часто такое происходит что некоторые не понимают сейчас в Украине курсы польского института, что угодно предупреждаю, очень много шарашек очень, сейчас в Польше шарашек и очень часто, когда рекламируют это чаще все шарашки причем ужасно, ну вот знаете, такие причем типа, документы принимают круглосуточно, бред, бред такое не бывает, Европе-то это запрещено там есть периоды прем-документов мало того, по польским законам надо знать, иметь сертификат чтобы владеете польским языком что делают эти аферисты? они экзамен принимают на территорию Украины ну понимаете, как принимают? Никак то есть двумя словами, типа вы его знаете естественно, за бабки вы заканчиваете причем вас никогда не отчислят вам дадут диплом другое дело, что с этим дипломом вас возьмут грузчиком я не шучу потому что вот эти шарашки там так же самое не ценят, как наш МАУП или там серьезно, я не шучу так что очень внимательно выбирайте сразу говорю, есть рейтинг в гугле можно найти рейтинг по Евросоюзу по международным смотрите и там в рейтинге четко показано какие институты по специальностям что ценятся выбирайте проблем нет и тогда действительно уже если что-то делать то делать с ума еще раз напоминаю самое дорого учиться в Великобритании это факт ну в принципе Франции скажем так недешево Польша конечно дешевле чем в Великобритании однозначно самое дешевое я вам рассказывал учиться это в Германии в Австрии в Чехии там обязательно знать надо язык обязательно там такая шарашка неприятно но с этого года в некоторых немецких землях вели налог для иностранцев то есть если вы хотите учиться в Германии надо заплатить по 3000 евро за год налог но сама учеба стоимость учебы может быть 400 евро там просто по разным то есть там действительно сумма очень маленькая причем в эту сумму входит все даже библиотека там все проездной в этом есть то что ну скажем по ходу вопроса возникло да для того чтобы получить студенческую визу больше проще сразу говорю там практически закрывает на все глаза ну что есть то есть в Германии вас потребует депозит последний раз мне говорили может я ошибся немножко потому что я сам же не учусь понимаете мне говорили что надо где-то 8500 евро на год то есть на депозит то есть на момент получения визы вас на депозит должна быть такая сумма потом можете тратить нет проблем это не значит что пожалуй вы ее тратите но у вас должна быть ну больше этой суммы вы же поняли мало того можно работать да действительно можно работать и насколько я понял некоторых вот ту же Францию Скандинайфали Германифали Австрию даже что у них там есть я так понял даже квоты вот если вы как студент вас быстрее возьмут на работу чем человека с улицы и платить даже будет больше там даже такой нюанс есть но студенты есть ограничения по времени и опять же не перестарайтесь потому что можно так заработаться что завалите все экзамены и выгонят что касается дальше ну раньше действительно надо было еще виза для того чтобы искать работу сейчас благодаря без визы пожалуйста закончили и дальше можете искать работу на сегодняшний момент как вы понимаете интернет 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 отправили отправили пригласили приехали на собеседование пожалуйста сразу говорю они ужасно любят тесты это мне рассказывают многие тесты разные начинающие и еще раз повторяю если вы собираетесь работать больше я думаю там тоже польский язык надо знать если вы уже работать будете еще да собирать клубнику польский не обязательно но если вы собираете уже действительно вот вы делать карьеру или какую-то должность то польский надо знать в Чехии тоже сам рассказывает что там понимаете как в Германии ну поймите никто не хочет с вами мучиться соответственно ваш работодатель хочет чтобы вы более-менее нормально общались логично железно так что пока учитесь язык и до этого атака еще что должен вам сказать очень ужасно ценят когда вы ищете работу тренинги и семинары это у них всегда какие тренинги какие семинары некоторые даже я знаю специально ребенок закончил так сказать институт или колледж что угодно они специально его на тренинг отправляют чтобы он так сказать нафатался и потом хоп волонтерство ценится обращает внимание у них есть такая понятия социальная ответственность вы проработали волонтером это уже плюс плюс работодатель ставит галочку и вас как бы приоритетно это имеет значение серьезно серьезно там у них даже бывают программы вот пример крупная транснациональная корпорация она сама делает эти волонтерские программы вот вы в их участвуете они платят да они платят что-то на подобие к стипендию но вы ее поучаствовали и потом когда вы в компании идете на работу вы пишете я учу и это уже плюс вас как бы в первую очередь рассматривают это легко у нас это не понимают некоторые начинают типа вот а как же так потому что ну скажем небольшой начальник но у моих знакомых девочка работает так 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 не на мерседес господи но автомобильной корпорации честно говоря уже плохая модель и вот она устроилась да она самая такая но она устроилась как что она действительно проучилась потом работал волонтером причем и вот когда ее принимали это сыгра и она вот занимается то что называется маркетинг ну там структура громадная вообще я говорю что поймите сделать автомобиль это продать вот эту проблему вот она работает структурой которая анализирует потенциальных покупателей причем там же структура громаднейшая и они разбиты по секторам регионов самое смешное что она то с Украины но она специализируется на Южной Европе я говорю а как сейчас ну разделили вот такая работа то есть она анализирует потенциальных покупателей в Южной Европе работает и да вот она начала делать карьеру будет очень так что почитайте статейку пригодится в Южной Европе